Проблема заброшенного жилья в Славянске была актуальна всегда. Не только на окраинах, но даже в центре можно увидеть несколько заброшенных строений, которые не только портят вид города, но и несут определенную опасность. Как можно повлиять на ситуацию, рассказал начальник БТИ Валерий Бондаренко. На базе государственной администрации мы, допустим, видим там улица такая, номер такой, что заросло бурьяном, дом взрос, разворовали там печку, металл весь забрали с этого участка и прочее. Мы видим, что это брошенное на сегодняшний день, брошенное, никто не ухаживает. Кто-то выехал, особенно после тех событий, которые произошли здесь у нас в 2014 году. Многие дома мы видим, что ни один, ни два, ни три, а многие дома. И эти участки, как правило, превращаются благодаря «хорошим соседям», они превращаются в несанкционированные мусорные свалки. Что можно этому противопоставить? Мы видим, насколько сложный процесс для того, чтобы, если собственник умер, нет наследников, нет других каких-либо документов, что кто-то будет вступать в наследство, насколько сложно территориальной громаде или органам местного самоуправления оформить за собой право собственности на это. И только по решению суда можно оформить право собственности за территориальной громадой. Мы видим, сколько надо проделать работы, чисто документальной, технической работы можно проделать, для того, чтобы это жилье стало собственником территориальной громады. Поэтому, учитывая, что такой сложный процесс, поэтому возникают несанкционированные свалки. Но, есть же другой момент. Мы видим, что есть собственники, они все живы-здоровы, но они хотят как можно, потому что этот полуразрушенный или разрушенный объект находится в центре города, земля востребована, земля стоит дорого, и они сегодня хотят как можно выгоднее продать, или же, я не знаю, что думают собственники, я вам показывал, не будем называть здесь адрес. Вы не знаете, что они хотят. Или они хотят от территориальной громады получить квартиры, вместо вот тех вот частей разваленной, за которые они не ухаживают, как собственники, или какие-то другие мысли преследуют. Или хотят продать тот земельный участок, я даже не знаю, приватизирована ли земля под этими объектами, которые нет. И власть это делает, она требует собственникам навести порядок вокруг того, чего они имеют. Если нам кратко произвести, там, где нет кого-то чего-то, несанкционированные свалки, наше КТП устраняет, и там заложены, кажется, и в бюджете деньги на устранение этих несанкционированных свалок, хотя это тоже процесс очень-очень сложный. Я хочу сказать, наверное, в 9 из 10 случаев мы с собственником, с большими трудностями на них, в 9 из 10 случаях. Поэтому в этом-то проблема. Или же собственник уже в почтенном возрасте, или же он сегодня не в состоянии, он даже сам находится под контролем опекунов или еще близких родственников, он не в состоянии сам там что-то сделать. То есть это настолько индивидуально. То есть здесь должна быть по всей видимости тоже специальная служба, которая должна этими вопросами заниматься. Его величество закон охраняет собственника, охраняет наследника. Предоставил право территориальной громаде распоряжаться вот этой брошенной собственностью, предоставил территориальной громаде следить за тем, что находится на территории территориальной громады. Но сегодня полномочия территориальной громады, отсутствие должного количества специалистов, или даже конкретно тех, кто должен заниматься, сегодня влечет вот то, что мы сегодня имеем. То, что мы сегодня имеем. К сожалению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин